Двусторонние отношения Украины и Польши имеют хорошие перспективы, считают участники торжественного приема по случаю Дня Конституции Польской Республики. Несмотря на бурную дискуссию со стороны одесских общественников, немецкий союз защиты животных смог закончить организованный им круглый стол на позитивной волне. В Одессе собрались пограничники со всего СНГ, а в пограничном отряде демонстрируют современную технику и вооружение. Конкурс инновационных проектов студентов вузов и молодых ученых, приуроченный ко Дню науки, стартовал в Одессе. Правящая партия регионов продолжает заниматься демагогией. Очередную комедию под лозунгом «Борьбы с фашизмом» поставила местная организация регионалов на Приморском бульваре. Патриотические призывы были слушны издалека. Тот же сценарий и те же участники. Очевидно, все подобные постановки ставит один режиссер. Ставит примитивно, пытаясь пробудить в людях первобытный инстинкт стадности. А стадом легче управлять. Типичная технология манипуляции массовым сознанием. Я призываю вас всех поддержать наше антифашистское движение. Их надо остановить. Остановить мы можем все вместе. Как всегда, на таких мероприятиях только малая часть зрителей пришла по убеждению. В основном это представители старшего и среднего поколения. Массовые создают студенты и школьники, организованные, построенные и приведенные на площадь. Их по обыкновению одевают в голубые жилетки партии регионов. Суют в руки партийные флаги и вперед на борьбу. А отвечать на вопросы им либо запрещают, либо учат, что говорить. В результате парни и девушки смотрятся смешно, глупо, жалко. Сразу ясно, зачем или за что они сюда пришли. Почему пришел сюда? С какой целью? На вопрос, когда же они сидели в фашизме? Добрый день. Скажите. Без комментариев. Против фашизма. Мы заметили. Против фашизма. А вы кто такой? Покажите документы, что-нибудь такое. За что стоим? Без комментариев. Это мое право. Я против фашизма. Вот за это и стою. И такое убогое зрелище, дешевую комедию, партия регионов называет антифашистским движением. Да, о том, что фашизм в Украине существует и с ним нужно бороться, давно известно. Но для партии регионов антифашистская борьба – удобная ширма, чтобы прикрыть свою неспособность восстановить страну. Зачем заниматься экономикой, когда можно показать народу войну с фашизмом? Тогда с власти и спроса нет. Она защищает народ от коричневой чумы. И похожие комедии проходят сейчас по всей стране. Завтра представители так называемых антифашистских сил регионов соберутся в Киеве на общий митинг. Там планируется обратиться с требованием к Верховной Раде остановить распространение украинского нацизма. А ведь именно бездарная политика партии регионов привела к росту популярности крайней идеологии. Об этом белоголубые антифашисты молчат. Украинско-польское сотрудничество развивается успешно. Такую оценку двусторонних отношений дали организаторы и гости торжественного приема по случаю национального праздника Польской Республики, Дня Конституции и 10-й годовщины открытия Генерального консульства Польши в Одессе. 222 года назад поиски народ подал Европе пример демократии. Конституция Польской Республики, принятая в 1791 году, стала первой в Старом Свете и второй в мире после Американской. Принципы, положенные в ее основу и сегодня помогают развивать демократическое государство, способствуют укреплению отношений с другими странами, в том числе с Украиной. Дело даже не в том, что очень часто встречаются президенты, премьер-министры, спикеры, парламента или министры. Дело в том, что существует огромное количество контактов, непосредственных контактов между общественными организациями, университетами. Очень много связей между органами самоуправления на всех уровнях. У Украины и Польши очень тесные и политические контакты, и экономические контакты, и человеческие контакты. Мы всегда смотрим на Польшу, как на нашего адвоката в Европейском Союзе. Одесская область поддерживает связи с Мазоветским воеводством, крупнейшим регионом Польской Республики, где расположена столица страны Варшава. Во время недавнего визита делегации воеводства в Одессу достигнута договоренность об ознакомительной поездке группы польских бизнесменов в наш регион. Польша заинтересована в подписании Украины договора с Европейским Союзом об ассоциированном членстве. Это позволит использовать финансовую поддержку Европы в создании совместных предприятий. Кроме того, украинскую сторону интересует опыт реформирования органов местного самоуправления, успешно проведенного Польшей еще в начале 90-х годов. Я вижу большой интерес от стороны польских регионов и от стороны украинских регионов. И поэтому просто люди ездят один к другому. И тоже официальные делегации, они просто познакомятся друг с другом, начинают дружиться и просто сотрудничество углубляется. За вклад в развитие двусторонних отношений митрополит Одесский Измаильский Агафангел наградил генерального консула Польши в Одессе почетной грамотой православной церкви. Сейчас украинско-польскому сотрудничеству предстоит выйти на новый этап. В годы, предшествовавшие экономическому кризису, двусторонние связи, в том числе в сфере бизнеса, постоянно расширялись. Необходимо нагонять упущенное время. Если посмотреть на потенциал Польши, на потенциал Украины, то этот уровень обмена торгового, но еще не то, что мы бы хотели. Но 8 миллиардов, хорошо, неплохо, развивается, довольны. Но возможности намного, намного большие. Даже в период экономического кризиса, пожалуй, единственная страна в Европейском Союзе, которая не допустила спада производства и сокращения рабочих мест. То есть это совершенно замечательный пример для нас, для нашей страны. И сегодня вот наш министр иностранных дел буквально в пятницу будет в Кракове на заседании Выжеградской четверки. Очередной шаг сближения наших стран – упрощение визового режима. Польские дипломатические представительства выдают украинцам больше визных документов, чем весь Европейский Союз. Польша стала своего рода окном в Европу для Украины. Александр Беноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Украина будет морской державой, а не страной у моря. С такими умонастроениями во дворце моряков отметили 180-летие черноморского морского пароходства. Те, кто не понаслышке знает о морском деле. 180 лет – это внушающий возраст. Но сегодня бывшие и нынешние сотрудники ЧМП вспоминают былые времена могущества одного из самых сильных пароходств мира. Сегодня руководство остатков черноморского пароходства борется за сохранение уставных печати и документов, дабы в конец не потерять временной статус. На протяжении 5 лет ведутся работы по восстановлению черноморского пароходства. И в ближайшее время будет создано акционерное общество. Источниками финансирования Конторова будут иностранные компании из Китая и Японии, которые покроют 80% бюджета проекта – 500 миллионов евро. Остальные деньги планируют получить от украинских инвесторов. У нас нет сомнений, что ЧМП как акционерная компания мы воссоздадим. Одна из центральных наших мыслей – это все поднять украинский флаг. И мы хотим продекларировать, что Украина была, есть и будет морской державой. На сегодняшний момент в составе ЧМП находится около 400 судов, возраст которых составляет 36-46 лет. И, как говорят сами моряки, плавучие средства разваливаются в ходе плавания. Вместе с кораблями рушится и имидж компании. Зато крюинговые компании города могут похвастаться четвертым местом в мире по трудоустройству моряков. Жаль только, что украинские кадры ходят в плавании на судах под иностранными вымпелами. Это был 1991 год, там было крюингов 5-10, а и стояли тысячи моряков, которые искали работу. Сегодня моряк квалифицирован и широко востребован на мировом рынке труда. И система, как раз, подняла этот флаг Украины, нашей национальности, на международном рынке труда. Моряки полагают, что вопрос создания украинского флота – это вопрос времени. И в скором времени Украина подтвердит статус морской державы не только портами, а комплексным сочетанием портов, флота, судостроения, судоремонта и академических заведений. Ведь именно комплекс названных элементов и есть характеристика страны как морской державы. Руководитель проекта «Общественный контроль» Сергей Дубенко признал гражданское общество Украины и Одессы мертвым. Только 5% горожан способно отстаивать свою позицию. Остальные же просто равнодушны к процессам, происходящим в городе и стране. Что же касается местного самоуправления, то общественник уверен, что кто бы ни стал следующим мэром Одессы, в любом случае он будет лучше Алексея Костусева. Два года общественной деятельности убедили Сергея Дубенко в том, что гражданское общество в нашем городе давно мертво. Еще в 2011 году он считал, что различные проекты смогут раскачать одесситов. И на акции протестов будут выходить не 50-100 горожан, как обычно, а тысячи, требования которых городская власть не сможет проигнорировать. Но, увы, по мнению Сергея, только 5% одесситов готовы защищать свои права. Да и то это с большим запасом. Если 5% посудить, вот у нас миллионный город, 5% это 50 тысяч человек. Этого с головой хватает. Но я буду прав, если скажу, что на любую акцию, дай бог, чтобы 500 человек пришло. Да и тех нет. Наверное, 50, да? 50 это предел. 50 человек, которые придут без денег, сами по своей воле, это одна тысячная процента. Одна тысячная процента. Это очень мало. Поэтому Сергей Дубенко отказался от попыток пробудить мертвое гражданское общество. На сегодня он предлагает инструмент решения частных проблем. А именно сайт проекта «Общественный контроль», на котором можно в два клика заполнить запрос, жалобу или обращение в соответствующие службы, распечатать его и отправить по почте. О нем очень многие знают. И таким образом просто закрыть тему того, о чем я говорил в самом начале, что люди, например, хотели бы отставить свои права, но они не знают как. Все. Благодаря сайту «Общественный контроль» этот вопрос закрыт. Закрыт окончательно. Что же касается местного самоуправления, то Сергей Дубенко считает, что Костусеву повезло. Если бы в городе существовало гражданское общество, то на посту мэра уже давно находился бы другой человек. Общественник уверен, кто бы не стал следующим мэром Одессы, в любом случае он будет лучше Алексея Костусева. К слову, Сергей Дубенко считает, что Эдуард Гурвиц был лучшим хозяйственником на посту городского головы за все время независимости Украины. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». В Одессе находится большая делегация Немецкого союза защиты животных. Ее руководители организовали круглый стол, на который пришли представители общественности города. Возникшая бурная дискуссия со стороны опекунов животных по поводу обращения с бродячими собаками чуть было не сорвала мероприятие. Немецкий приют для животных работает в Одессе с 2007 года. Он стал первым проектом Немецкого союза защиты животных в Украине. Сейчас подобный приют планируют развернуть в Киеве. И работа одесского заведения станет образцом для киевлян, заявил на «Круглом столе» почетный председатель Немецкого союза защиты животных Вольфганг Аппель. За несколько лет через немецкий приют прошло более 40 тысяч бездомных собак. Их стерилизовали и при необходимости лечили. Аппель отметил, что еще лет 13 назад, когда он впервые приехал в Одессу, ежегодно от работы так называемой «будки» погибало 12 тысяч собак. Нынешнюю же работу приюта для животных и станции стерилизации даже невозможно сравнивать с работой той самой «будки». О важности существования приюта говорили на «Круглом столе» и городские чиновники. Начальник управления экологией Игорь Дербоглав и начальник управления ветеринарной медицины Ирина Фоменко. Однако «Круглый стол» чуть не сорвали опекуны животных, которые были агрессивно настроены и по отношению к немцам, и по отношению к городским властям. Они заявили, что в немецком приюте убивают животных, а так называемые «догхантеры», отравляющие собак в Одессе, действуют чуть ли не под прикрытием городского руководства. Разговор часто выходил за рамки цивилизованной дискуссии. Представители общественности продемонстрировали и неумение выслушать собеседника, и попытки забить его с помощью более громкой речи. Немецкая сторона, организовавшая «Круглый стол», была вынуждена взывать собравшихся к здравому смыслу и ведению конструктивного диалога. «Случаи убитых или отравленных животных нас тоже возмущают, но в таких случаях свое слово должна сказать милиция. А когда вы говорите о том, что программа провалена, то нужно очень хорошо думать, прежде чем делать такие голословные утверждения. Если бы нас сейчас слышали сами животные, то они бы сказали, господа, прекратите эти ненужные дискуссии, а лучше объединяйтесь». Понятно, стремление защитников животных не допустить уничтожения ни одной собаки или кошки. Но, очевидно, надо находить такое решение, которое устраивало бы и защитников, и противников животных. А когда собеседники не хотят слушать оппонентов, такое решение найти вряд ли возможно. Кстати, по словам представителей Немецкого союза защиты животных, в Германии нет бродячих собак, но есть бродячие кошки, которыми часто недовольны местные жители. Поэтому кошек переносят в такие районы, где бы они не мешали. «Я призываю еще раз к тому, чтобы вы поняли тему нашей встречи. Мы хотим вместе с вами решить такой вопрос. Сделать так, чтобы животные, живущие на улицах Одессы, не служили помехой для жителей. Нужно подумать, как убрать животных из тех мест, где они больше всего могут вызвать неприятие или опасность для жизни людей. Животных нужно стерилизовать, оказать им медицинскую помощь, но вернуть потом в те места, где они не будут вызывать негатив». Город не несет большой финансовой нагрузки по содержанию приюта. За счет городской казны приобретаются только корм и вакцина. На эти цели ежегодно тратится 120 тысяч гривен. Все расходы по приобретению лекарств, аренде территории приюта и оплате труда сотрудников несет немецкая сторона. Ну а что касается громкой дискуссии, то немцы – народ необидчивый. Они настроены всегда оптимистично, причем намерены и впредь продолжать финансирование приюта. Более того, хотят его расширить и на собственные средства организовать так называемый «кошкин дом». Теперь немцы будут заниматься еще и нашими бродячими кошками. «Я, конечно, был поражен таким наколом страстей. Но я знаю, что люди в Одессе, а особенно защитники животных, очень эмоциональны. Обвинения, которые были высказаны в наш адрес, были больше вызваны недовольством работы городских властей, в частности, службой отлова. Возможно, это было высказано не так корректно. Но я готов все простить, потому что очень люблю ваш город, люблю программу, и мы будем работать с этой программой дальше». Елена Мазур, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». В Одессе состояло заседание Совета командующих пограничных войск стран-участниц СНГ. Мероприятие проходит в Украине в пятый раз. Одесса принимает его впервые. Заседание Совета – крупное международное событие, направленное на взаимодействие пограничных войск и служб разных государств. Заседание командующих пограничных войск проходит уже 69-й раз. Представители 11 государств нескольких международных организаций встретились в нашем городе. На Одессу выбор пал совсем не случайно. «Мы выбрали Одессу для того, чтобы показать наши особенности как на сухопутной площадке кордона, так и на морской площадке кордона. Также этот форум проходит под гаслом передовых инноваций, технологий, которые уже есть на кордоне и которые будут застосовываться в будущем». На территории пограничного отряда развернули своего рода выставку. Здесь все самое современное оборудование, доступное украинским пограничникам. В первую очередь разнообразные средства связи, оповещения и радиолокации. За последние годы изменился не только внешний облик стражей границы, но и методы ее охраны. Километры колючей проволоки и сотни солдат заменила электроника. Сейсмические датчики и радиолокаторы способны увидеть нарушители границы за сотни метров. Впрочем, преступника нужно не только заметить, но еще догнать и обезвредить. Для этого на вооружении у пограничников немало разнообразной техники, вплоть до БТРов. «БТР-80 обеспечивает работу огневой поддержки, прикрытие, блокирование отдельных участков на границе, безопасное передвижение личного состава, а также выполнение других специальных задач». Тем не менее, основу автопарка составляют менее грозные машины, разнообразные джипы, а также лодки и даже квадроцикл и снегоход. Сильное впечатление производит и само обмундирование сотрудников пограничной службы. Перед участниками заседания они предстали формы, напоминающие американский спецназ. Конечно, осмотр техники и вооружения – не единственная цель мероприятия. «Сегодня на заседании Совета мы рассмотрим 11 вопросов, важнейших вопросов жизнедеятельности пограничных ведомств, обеспечения пограничной безопасности на внешних границах нашего Содружества, подпишем порядка 20 с лишних документов, касающихся пограничной безопасности». Взаимодействие пограничных войск разных стран просто необходимо для предотвращения многих опасных явлений, отмечают участники заседания. Первая из них – контрабанда наркотиков. Для контроля над ней пограничники уделяют внимание не только своему региону, но и геополитической обстановке. «Один из вопросов, который сегодня актуально будет звучать на Совете командующих, это обсуждение вопросов связанных с Центрально-Азиатским регионом, обстановки, складывающиеся в этом регионе в связи с предстоящим выводом из Афганистана коалиционных сил в 2014 году. И мы будем обсуждать те меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы не допустить распространения наркотиков на государство». Константин Гак, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». 18-й ежегодный конкурс инновационных проектов, разработанных студентами вузов и молодыми учеными области, стартовал в Одессе. Акция приурочена к профессиональному празднику всех научных работников Украины – Дню науки, который отмечается в третью субботу мая. «Конкурс инновационных проектов – презентация интеллектуальных возможностей области, которая, несмотря на кризисные условия, удерживает шестое место среди регионов Украины по уровню научного потенциала». За 8 лет на конкурс представлено около 1000 проектов. В нынешнем году презентованы 42 разработки в сферах промышленности, строительства, пищевых технологий, фармакологии, охраны окружающей среды, ландшафтного дизайна. Многие работы прошлых лет стали основой кандидатских и докторских диссертаций. Конкурс проходит при поддержке Совета ректоров одесских вузов и областного управления образования и науки. Но поддержка эта в основном моральная. Условий для реализации большинства проектов в нашей стране нет. Среди множества молодых ученых увидеть свои разработки в действии удается единицам. «Предприниматель современный, который понимает выгоду, который понимает необходимость внедрения новой техники, он может найти с ним общий язык и будет финансировать. А государство пока что должно быть меры государственной поддержки, но они сейчас практически сведены на ноль». Нужна национальная или хотя бы региональная программа поддержки молодых ученых. Иначе мы по-прежнему будем снабжать зарубежный рынок своими идеями и специалистами. Александр Рабиноградов, Руслан Акаев, телекомпания КРУГ. Роман «Идиот» Федора Михайловича Достоевского известен во всем мире. Около двух десятков экранизаций и сотни театральных постановок рассказывают об отношениях и душевных страданиях людей в России 19 века. Одесский молодежный «Новый театр» собирается показать бессмертное произведение по-своему. Подробности в сюжете. Новый театр – уникальное для Одессы объединение людей, которые учатся сами и обучают детей по системам Станиславского, Вахтангова, Чехова и Крэга, а также ставят известные классические произведения в собственной обработке и интерпретации. Главная особенность театра – в современной адаптации классических, давно всем известных произведений. На этот раз одесситы хотят показать и местами дополнить роман Достоевского «Идиот» деталями, которые Федор Михайлович не указал, считая малоценными. Но сейчас в условиях современного восприятия, которые выходят чуть ли не на первый план. Показываем историю чеческих отношений. Без всяких там, знаете, светских прибамбасов там и прочих кружева мы не рисуем здесь. Показываем историю мужчины и женщины. Что может быть интереснее? На сегодняшний день у нас проблемы. Мы до сих пор не решили, все-таки чем они занимаются. Заключают договора, брачные контракты, делят территорию или все-таки любят. Что это такое? Может быть это секс? Может это что-то еще? То есть вот мы до сих пор не знаем. Премьера спектакля назначена 2 июня. Сейчас же актеры нового театра, а это молодые люди от 16 до 30 лет, активно учат роли, репетируют, привносят свои особенные черты и частично осовременивают героев Достоевского. Сам же спектакль будет максимально наполнен пластическими и хореографическими элементами. На сегодня у нас все. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщайте в редакцию по номеру 340076. Всего наилучшего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»